всем привет продолжаем знакомиться с художниками сегодня я хочу вам показать работу немножко рассказать о финском живописце графики шведского происхождения написано в википедии в википедии видом представителем золотого века финского искусства периода 1880-1910 годов который писал картины на исторические бытовые сюжеты портреты пейзажа который работал монументальной живописи пользуя технику пастыли акварели альберте густаве арестади эдельфель альберт эдельфель родился 1854 году в окрестнику поварова отец карл эдельфель был архитектор занимался школе рисунка союза финских художников гельсинфорси у вернанда линдхельма учился гельсинфорском университете а с 1872 по 1873 год в академии художеств антверпена в право уроки у жероба в париже путешествовал в италию францию англию испанию швецию данью россию этого художника можно причислить не только крупным живописцем финляндии но и евро изображал простой финский народ изображение евангельских сюжетов национальной финской обстановки он придает марии магдалине характер простой крестьянской девушки из карелии а христу стоящую перед ней тип финского пастуха простых лаптях 1877 году санкт-петербургская академия художеств признала его своим почетным членом на всемирной выставке в 1889 году в париже портрет луи пастера получил золотую медаль вскоре после этого эдельфель стал членом ордена почетного легиона затем и получил звание командора этого органа о нем говорят что эдельфель был художником двигавшимся по накатанной колее чей успех был тщательно просчитан он не был не реформатором не бунтарем он был блестящим художником и вероятно его жизненный путь стал для финляндии полезным в том виде в каком он был он научил мир ценить финскую культуру так пишут статьи айма рейтала о эдельфель из коллекции биографии 100 замечательных финнов по всей видимости брак удерживал эдельфельта от любовных похождения около десяти лет только в конце столетия он завязал новые отношения задовой турецкого полковника после этого последовал роман русской натурсицы киевлянкой ольгой которую сменила французской красавица мадам дюран чувственные страстные отношения женщинами играть большую роль в жизни эдельфельта биограф хинца пишет и считает что ненасытность в этом отношении представляла прямую опасность для здоровья эдельфельта темп с которым он работал также был слишком жестким и в августе 1905 года в хайка разрыв сердца прервал его жизнь вот так пишет автор айма рейтала о альберте эдельфельте скончался 18 августа 1905 года в городе порва так сегодня мы немножко узнали о финском живописце графики шведского происхождения видным представителем золотого века финского искусства который писал картины на исторический бытовый сюжет портреты пейзажи альберте густаве аристи и дельфельте все всем пока всем привет посмотрим картины пока пока до свидания а